Путин устроил военно-морскую урокировку. Армии и войны, власть 8 мая 2035 Путин устроил военно-морскую урокировку под 9 мая Верховный Головнокомандующий сменил Главкома ВМФ. Андрей Полунин. Комментарии в просмотров 3812. На фото, адмирал Николай Евменов, фото, Станислав Красильников, ТАСС, материал комментируют. Константин Севков. Михаил Александров. В канун 9 мая Владимир Путин произвел перестановки в руководстве военно-морского флота. Президент назначил Головнокомандующим ВМФ адмирала Николая Евменова, ранее командовавшего Северным флотом. Указ Путина министр обороны Сергей Шойгу зачитал на селекторном совещании с подчиненными. Президент также назначил командующих Черноморского и Северного флотов. Ими стали вице-адмирал Игорь Осипов и вице-адмирал Александр Моисеев соответственно. По словам Шойгу, прежний Головком ВМФ Владимир Королев сделал на этом посту очень многое. Под его руководством силы флота успешно боролись с международным терроризмом. В состав военно-морского флота поступили новейшие подводные лодки «Барри» и «Ясень». Кроме этого, выработаны рациональные подходы к выполнению программы кораблестроения до 2050 года, сказал министр. Теперь, по словам Шойгу, экс-главкома ждет гражданская служба. Владимир Королев продолжит служить флоту в объединенной судостроительной корпорации «ОСК». Владимир Иванович будет способствовать реализации гособоронзаказа и специальных программ в интересах ВМФ, отметил Шойгу. Читайте также. Танки Шойгу Украина остановят ядерными минами. Киев призвал вспомнить опыт НАТО, укрепив границу атомными тактическими фугасами. И вот здесь возникает несколько вопросов. Да, Шойгу подсластил пилюлю и сказал добрые слова в адрес экс-главкома. Но суть и дело это не меняет. Отставка вышла громкой, с учетом даты обнародования президентского указа. Все же день победы военные, в том числе и моряки, чтят особо. И отправлять королева в отставку аккуратно кануне 9 мая не было никакой необходимости. Если, конечно, Кремль не хотел таким образом выразить свое неудовольствие и состоянием дел на флоте, и составом флотского руководства. Тучи стали сгущаться летом 2018 года. Именно тогда вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Гособоронзаказ по постройке и ремонту кораблей для военно-морского флота России в 2018 году может быть сорван. Есть предпосылки срыва сроков поставок и по сдаточной программе 2018 года, сказал Борисов в ходе селекторного совещания по размещению и реализации Гособоронзаказа. Он отметил, что большинство контрактов уже заключено, а деньги на реализацию по линии Минобороны выделены. Начиная с 2014 года, мы практически ежегодно имеем дело с системными срывами сроков поставки кораблей и судов для ВМФ со стороны ряда судостроительных предприятий, сказал тогда Борисов. Заметим, что многие известные срывы Гособоронзаказа для ВМФ за этот период приходятся как раз на ОСК, куда теперь отправлен способствовать реализации Гособоронзаказа и к сглавком королев. Так, в 2015 году входящий в состав ОСКоморский судостроительный завод не поставил военно-морскому флоту ремонтируемую дизель-электрическую подлодку «Комсомольск-Наамуре». В ремонте на заводе субмарина проекта 877 находилась более 10 лет. В боевой строй она вернулась только в январе 2017 года. Аналогичная ситуация складывалась с корветом «Совершенный», который вошел в состав Тихоокеанского флота на год позже запланированного срока в июле 2017 года. В 2016 году СМИ сообщали, что заложенные в государственную программу вооружений ГПВ-2020 атомные подводные лодки проектов «Бориль и Ясень», оговоренные к поставке до 2020 года, примут в эксплуатацию на несколько лет позже и до конца 2021 и 2023 годов. Кроме того, в 2017 году были перенесены сроки ввода ледокола «Арктика». Все это так, но лично Ковалев за деятельность Теск не отвечал. Почему же полетели головы руководства ВМФ? Перестановки под 9 мая делались частенько и были связаны с повышением в должностях, отмечает президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук, капитан 1 ранга Константин Севков. Королев не полетел. Это не совсем правильная формулировка. Все же на военной службе адмирал пробыл 46 лет. С другой стороны, объединенная судостроительная корпорация сейчас возглавляется людьми, которые по большей части не имели отношения ни к судостроению, ни к флоту. Чтобы исправить положение дел ВОСК, нужен был человек, не заморанный грязью, не связанный с лоббистами в самой корпорации, заинтересованный в том, чтобы развивать российский флот. Такой фигурой стал королев СП, но пока неизвестно, на какую должность ВОСК его назначат. Посмотрим. Думаю, это будет руководящая должность, поскольку логика этого назначения вполне понятна укрепление ОСК. Причем далеко не факт, что новая должность королевы окажется сильно ниже прежней. Все же судостроительная корпорация очень серьезная организация, которая отвечает как за строительство боевых кораблей, так и гражданских. Так что с точки зрения влияния на развитие судостроительной отрасли в России, возможности экс-главкома только возрастут. Думаю, это вполне достойный вариант ухода с военной службы. Понятно, что на замену королеву пришли новые люди. Так что в перестановках, сделанных президентом, я не вижу ничего особенного. Для Евменова, ранее командовавшего Северным флотом, назначение главкомом большая награда. И как раз логично обнародовать это назначение под 9 мая. СП, удастся ли королеву на новом месте ликвидировать провалы со строительством боевых кораблей? Провалы действительно имеют место. Но это не вина ВМФ и королева. Это вина ОСК, а главное правительство РФ. Кабмин начал урезать военный бюджет и это в условиях, когда весь мир, возможно, стоит на пороге новой войны. Это, на мой взгляд, безответственно тем более, деньги в стране есть. Огромные средства выводятся из России за рубеж, огромные бонусы получают топ-менеджеры компаний с государственным участием. Если доходы госкорпорацию резать до приемлемых размеров, денег на строительство новых кораблей хватит с избытком. Королев уходит с поста главкома по возрасту и устраивается на новую неплохую должность ВОСК, считает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров. Будущее Суперджета 100 попало в зону плохой видимости. Заграничные комплектующие мешают нормальной эксплуатации лайнера. Дело в том, что наша морская составляющая ядерной триады традиционно была достаточно уязвимой для средств противодействия вероятного противника США. На деньги, которые уйдут на постройку Бореев, мы могли бы развернуть несколько наземных комплексов Сармат. Такой шаг, я считаю, был бы гораздо более эффективным. В части подводного флота, нам было бы правильно сосредоточиться на многоцелевых подлодках. Вооруженные крылатыми ракетами, такие лодки могут работать и по наземным целям, и против авианосных групп. Плюс у нас проблемы с тяжелым авианосным крейсером «Адмирал Кузнецов». Открытым остается вопрос, нужны ли нам такие гигантские корабли? Все равно столько, сколько американцы, мы авианосцев не наделаем, даже содержание одного влетает в копеечку. У нас нет внешнеполитических целей, которые авианосцы решают, а для борьбы с авианосными группами США достаточно эсминца, вооруженного 50-го, просительный знак 60, ракетами типа «Калибр» или «Циркон». На Дели, подобные спорные решения пробивает ОСК, в итоге Россия тратит деньги неизвестно на что. Но королев за это не в ответе, поскольку к производству вооружения «Адмирал» отношения не имеет. Новости внутренней политики. Путин жестко высказался о ходе реализации нацпроектов «Военные технологии», почему русские не правы, когда критикуют F-35.